Привет! У меня есть много вкусных и простых рецептов, причем с минимальным набором продуктов. И все блюда готовятся очень быстро. Ну а начну я, пожалуй, с замечательных лепешек, для которых красную чечевицу промываю и выкладываю в стакан блендера. Добавляю щепотку соли, немного сушеного чеснока и орегано. По желанию, пряности можно не добавлять вовсе. Вливаю воду и все измельчаю до однородности. В сковороду разогреваю и смазываю небольшим количеством топленого масла. Можно также использовать любое растительное. Наливаю немного чечевичного теста, разравниваю в небольшую лепешку и на медленном огне выпекаю. Как только верхняя сторона посветлеет и станет матовой, лепешки переворачиваю и довожу до готовности. Вот такая стопочка лепешек получается. Подавать их можно со сметаной, с натуральным йогуртом. Если не добавлять пряности, то будет очень вкусно и с медом. Чечевичные лепешки получаются очень вкусные и ароматные. Причем эластичные и достаточно упругие. А когда хочется сытного варианта, можно смазать лепешку творожно-сливочным сыром, добавить овощи и зелень. Или собрать мини-бутербродик с запеченной курицей, индейкой или другим мясом. Ну и как вариант можно использовать творожный паштет, который я покажу чуть позже. Ну а пока готовлю очень вкусные ленивые варенники, причем не сладкий их вариант. К творогу выкладываю адыгейский сыр. Вбиваю яйцо и добавляю соль. Вилкой все растираю до однородности. Теперь всыпаю мелко нарезанную зелень. У меня укроп и петрушка. И постепенно добавляю рисовую цельнозерновую муку. Муку, конечно, можно использовать любую, на ваш вкус. Все хорошенько перемешиваю, и получившееся творожное тесто перекладываю на доску подпыленную мукой. Формую из теста длинную колбаску. Режу на небольшие кусочки и каждый обваливаю в муке, слегка приминая с двух сторон. Ленивые вареники закладываю в кипящую подсоленную воду. И после того, когда они все всплывут, отвариваю не более трех минут. Подаю ленивые вареники, конечно же, с пылу с жару, дополнив их сметаной или натуральным йогуртом. Замечательный завтрак. Вареники очень-очень нежные, с приятным ароматом зелени и чудесным сырным послевкусием. Следующий завтрак готовлю, когда в холодильнике осталось немного отварного риса. К рису добавляю буквально капельку сушеного чеснока, немного итальянских трав и куркуму, а также творог и соль. Яйцо разделяю на белок и желток. Желток пока убираю в сторону, белок смешиваю со всеми остальными ингредиентами. Масса получается достаточно однородная, приятного золотистого цвета. Разогреваю сковороду и смазываю ее каплей топленого масла. Огонь пока выключаю. Выкладываю всю творожно-рисовую массу и при помощи лопатки и вилки, а также любых других удобных инструментов, придаю ей форму лодочке. Снова включаю огонь под сковородой, выставляю минимальный уровень. Сковороду накрываю крышкой и выпекаю стилизованное хачапури из риса и творога примерно 10 минут. Теперь в середину хачапури помещаю желток и снова под крышкой готовлю еще 3-4 минуты, все так же на самом минимальном огне. При подаче посыпаю зеленью петрушки и можно скорее наслаждаться вкусным, горячим и таким аппетитным завтраком. Хачапури из риса такой солнечный и золотистый, как будто только что подрумянился в печке. Для следующего блюда окурец разрезаю на части и при помощи чайной ложки убираю сердцевину с семенами. Окурец режу произвольно небольшими кусочками. Также немного измельчаю зелень укропа. Перекладываю их к творогу. Творог беру зернистый и достаточно сухой. Сюда же добавляю соль по вкусу и немного сушеного чеснока. При помощи погружного блендера буквально за секунды довожу все до однородности. Получается очень ароматный, свежий, творожный паштет. Быстро подсушиваю ломтики ржаного бездрожжевого хлеба в тостере и можно всех звать завтракать. Для приготовления следующего завтрака все овощи нарезаю мелкими кубиками. Это стебель сельдерея, репчатый лук и небольшой кусочек кабачка. К яйцам добавляю соль и слегка взбалтываю. Разогреваю сковороду с каплей топленого или растительного масла и пассерую овощи. Немного их подсаливаю и как только овощи станут мягче и немного зазолотятся, заливаю их взбитыми яйцами. Сверху посыпаю семенами черного кунжута и на медленном огне довожу до готовности. Очень рекомендую приготовить. Такого потрясающего омлета я, пожалуй, не ела. Сочный, свежий, ароматный и очень нежный. Замечательный завтрак!